Так, для начала я хотел обсудить некоторые проблемы со Streamlit, с ByCharm и так далее, которые, как я понял, по вопросам у многих людей возникли. Значит, смотрите. Давайте запущу ByCharm. Значит, первая вещь, с которой возникают проблемы, это настройка виртуального environment, виртуального окружения. Дело в том, что под Windows, как я понимаю, может возникнуть такая проблема. По крайней мере, я с ней встречался под Windows, что когда вы создаете виртуальное окружение, значит, собственно говоря, давайте я его сейчас создам новое. Здесь есть возможность выбрать несколько способов создать виртуальное окружение. И если вы выбираете первый virtualenv, но при этом в качестве интерпретатора у вас, интерпретатор поставленный с анакондой, ну вот у меня здесь сейчас интерпретатор поставленный с мини-кондой, это такая мини-версия анаконды, то там могут возникнуть проблемы с SSL, и он не будет устанавливать пакеты, и все будет печально. Значит, чтобы этого не было, нужно устанавливать, значит, если вы используете кондовский, если хотите использовать кондовский питон, вы, скорее всего, именно его хотите использовать, нужно использовать вот такую вот штуку, значит, использовать кондовский инвайронмент, здесь, может быть, нужно будет найти ссылку на файл конда.exe, ну, это, скорее всего, нужно будет просто найти, куда у вас установлена анаконда, и там он есть, значит, скорее всего, где-нибудь в папке bin, конда, что-нибудь в таком роде. Вот, и после этого, ну, давайте я сейчас создам какой-нибудь инвайронмент, посмотрим, чего будет. Сейчас он создастся. Вот, дальше эта штука вроде должна заработать, но там тоже возникает некоторая проблема, сейчас я ее покажу. Вот, дальше эта штука, я ее покажу, я ее покажу. Сейчас она поставится. Да, еще не поддерживает Python 3.10. Ну, ладно, не страшно. Я просто покажу, как это все работает. Да, может быть, нужно выбрать не Python 3.10, а Python 3.9. Логично, не скажу. Значит, ладно. Да, да. Учен мужа. Неаправдnia, не vault жизни. Яbil. Как видите, это может занять некоторое время. Что-то он там внутри себя делает. Я почувствую, что с сайта скачать спитон 3.9 и создать обычную бисконт. Ну вот да, но дело в том, что вот это тоже не всегда срабатывает. По крайней мере, я сталкивался с ситуацией, что я под Windows, используя битон, как раз скачанный автоматически с помощью PyCharm. Это все дело заканчивалось тем, что SSL тоже не срабатывал. По крайней мере, вот эта штука должна сработать. Устанавливаются пакетики. По крайней мере, в кондовский питон я верю в то, что он будет нормально работать под Windows. И там не возникнет проблемы с тем, что какая-нибудь библиотека не доставилась. Скорее всего, вам нужно будет сдать питоновский файл. Файл requirements.txt, в котором написано, какие пакеты вы использовали. Ну и, наверное, данные, если вы их скачиваете локально, а не из интернета. Ну, внутри питоновского кода. Так, вот, построилось это. И теперь смотрите, значит, вот у меня сейчас этот интерпретатор включился, который относится к этому окружению. И вот если я сейчас попробую установить StreamLit с помощью вот этого интерфейса, нажму здесь плюсик, буду искать. Вот так вот StreamLit, я ничего не найду. Значит, он не находит StreamLit вообще. Но сейчас он еще подумает-подумает и не найдет. Дело в том, что сейчас у меня установка пакетов происходит из официального анакондовского репозитория. И в этом репозитории очень мало пакетов. Это там только самые базовые вещи. И, в принципе, а вот интересно, CondoForge здесь, по идее, есть. А, нет, смотрите-ка, нашелся. Нашелся он, видимо, потому что у меня здесь CondoForge прописан. Значит, вот эта штука. Ну, хорошо, давайте я его сейчас установлю. Значит, если он не устанавливается, если он вообще не находится здесь, то, во-первых, можно зайти вот сюда, вот в менеджерепозиторию и добавить вот эту CondoForge. Тогда, скорее всего, должен найтись. Или другой вариант, кажется, менее предпочтительный, хотя сам я его, как правило, и использую, это отжать вот эту кнопочку. Значит, сейчас она нажата, Use Condo Package Manager. Если я на него нажму, то после этого будет использоваться в качестве Package Manager, будет использоваться обычный PIP. И здесь теперь легко находятся все пакеты, которые доступны в PIP. Вот, в общем, и тот, и другой способ, в принципе, скорее всего, сработает. Кажется, рекомендуемым способом является, если уж вы пользуетесь CondoForge, используете как раз CondoForge установку пакетов. Но, честно говоря, я всю жизнь все устанавливал через PIP, и вроде бы оно работает. Хотя я читал, что, может, могут возникать какие-то конфликты между двумя системами управления пакетами. Ну, ладно. Вот вроде сейчас он потихоньку устанавливается. И тут мы переходим к следующей проблеме. Значит, опять же, проблема, которая касается Windows. Значит, когда вы... Там нужно делать какие-то вещи в терминале. Нужно, в частности, в терминале запускать его с помощью Streamlit, Run и так далее. И чтобы это сделать, вам нужно, чтобы у вас было бы активировано соответствующее окружение. Для этого вам нужно... Ну, что это означает? Означает, что когда вы набираете команду Streamlit, система должна понимать, откуда ее брать, эту команду. И для этого там в системе должны быть указаны некоторые пути. И, в общем, вот этот процесс указания этих путей, он называется активацией соответствующего environment. И, по идее, он должен проходить автоматически вот здесь, в PageArmy. Но в Windows, по крайней мере, в некоторых системах, это не происходит, потому что по умолчанию там загружается не тот shell, который должен быть. Там по умолчанию загружается Windows PowerShell, с которым нам нужно делать какие-то дополнительные действия для того, чтобы все заработало. В общем, вроде бы это исправляется тем, что нужно запустить, вот с помощью вот этой вот кнопочки, запустить не Windows PowerShell, а там, по-моему, написано CommandShell или CommandPrompt или еще что-то в этом роде. В общем, обычный shell, который cmd.exe, стандартную Windows-ную командную строку. И там вроде все должно заработать, по крайней мере, один раз мне удалось это сделать. Ну вот такие вещи, которые… Проблемы, которые я встречал. Есть ли у вас какие-нибудь другие проблемы, про которые я сейчас не сказал? Так, ну хорошо, если про это больше вопросов сейчас нет, давайте пойдем дальше и поговорим, значит, вернемся в Юпитер. Можно еще один вопрос. Я просто пыталась уже свой проект загрузить на странице.io, и мне показывало, что модуля сбор нет. А вот вы в requirements его написали? А, может быть, нет. Да, я думаю, что да. Смотрите, тут еще следующие вещи. Во-первых, вам нужно создать файл requirements.txt и записать в него просто название тех модулей, которые вам нужны. И вам нужно, чтобы этот requirements.txt тоже был добавлен в репозиторий. То есть если вы делаете какие-то изменения, например, добавляете сюда библиотеку, скажем, вот я хочу добавить сюда какой-нибудь, что у меня здесь. Ну, тут, на самом деле, у меня все есть, но, допустим, я хочу написать сюда pandas. Вам нужно после этого изменения в этот файл тоже закоммитить. Ну, в данном случае это будет просто, допустим, git commit, он… Вот. Видно здесь, что этот файл изменился, requirements.txt, и что он сейчас будет закоммичен. Соответственно, дальше вы его коммитите, делаете git push, и после этого все заработает, скорее всего. Значит, этот самый файл requirements.txt можно делать вручную, можно установить утилитку, которая называется piprex. Ну-ка, интересно, он сейчас установлен, да? Да, вроде бы установлено, и она его делает автоматически. Сейчас она мне не хочет его менять, потому что он уже существует. Значит, если проект на гитхабе, достаточно изменить код на гитхабе, он, кажется, сам его подхватывает. То есть, когда вы делаете push, он видит, что что-то поменялось, и после этого он автоматически все обновит. По крайней мере, по крайней мере, мой опыт такой. Спасибо. Так, еще вопросы? Тогда давайте продолжим. И я сегодня хотел поговорить немножко про новую тему, а именно поговорить про геоданные в Python и конкретно в Pandas. Значит, мне понадобится... Значит, мне понадобится... Значит, смотрите, нам сейчас понадобится библиотека, которая называется GeoPandas. Ее не всегда легко установить под Windows, потому что у нее там какие-то зависимости хитрые. Значит, если вы работаете под Windows, может быть, вам будет сейчас проще перейти в... В Google Collab. Под коллабом она нормально устанавливается, загружается и так далее. Вот, значит, вот я сейчас на всякий случай ее обновил. Что такое GeoPandas? Это такой пакет, который добавляет к Pandas функциональность, которая позволяет работать с геоданными. То есть, например, хранить информацию, которая касается каких-то объектов, нарисованных на карте. Давайте я сейчас приведу какой-нибудь пример. Что мне нужно сделать? Давайте я возьму... Скачаю... Ну-ка, интересно, мне сейчас дадут доступ вот сюда. Или отсюда он у меня недоступен. Сейчас. Ресурсы Монстру не любят, когда их открывают. Не из России, но... У нас есть против этого приемчик. Значит, когда-то давно была какая-то активность в российском государстве на тему открытости. И, в частности, появились всякие источники открытых данных, которые... Ну, там, всякие разные органы власти открытые данные начали публиковать. Это движуха как-то довольно быстро свернулась громко сказанно, но, мягко говоря, не слишком активно развивалась. Но какие-то данные выложили, и даже какие-то данные вроде бы обновляются. Ну, вот, например, сейчас где-то здесь было... Значит, какой-то мне здесь нравился датасетик. Что, дорожная сеть... Вот, видимо, вот этот вот датасет меня интересует. Значит, здесь есть датасет, в котором написаны все пункты пополнения карты тройка. Значит, соответственно, каждая точка – это просто конкретная точка на карте. Вот, можно даже на нее посмотреть. Вот, например, здесь дом 10 по Большой Тульской улице. Интересно, кстати, откуда они берут карту-то? А, из Тугиса. Окей. И дальше, допустим, нам может быть интересно посмотреть на какие-то данные, которые с этим связаны. Ну, например, посчитать, сколько в каком районе Москвы этих самых пунктов пополнения карты тройка есть. И тоже это нарисовать на карте. И это можно сделать. Давайте я попробую, наверное, просто скачать этот самый файлик. Он здесь доступен в разных форматах. GeoGIS он доступен только через API. Окей. Давайте посмотрим, как это было бы сделать попроще. Ну-ка, кстати, CSV-ку-то она какую даст. Что-то вообще не хочет мне. О, выдает файл. Что-то вообще не хочет мне. Так, загрузился у меня файлик. Давайте посмотрим, может быть, его проще было бы. Будет по-другому достать. Давайте посмотрим, что там в этой CSV-ке. Продолжение следует... Давайте посмотрим... ... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...